С огромной благодарностью к вам за распечатку списка Кремлевского. Хороший список. Шикарный список. Единственное что. А почему Чубайса нет? Это главный вопрос. Все сейчас задаются этим вопросом. А почему Набиулиной нет? Возможно Эльвира Сахибзадовна сделала что-то настолько хорошее для американской финансово-государственной политической системы и делает, как мы все подозревали много лет и теперь они подтвердили, кто наконец-то у нас тут главный резидент и системы. А иначе они бы тут были. А зачем им тогда своих-то сдавать, если вы считаете, что они свои? А по тупости не надо думать, что эта система хорошо работает. Тут есть все. Тут есть все. Ну просто понятно, что, наверное, делал черновик практикантка, которая дурью маялась, не очень понимая кто, что. Тут есть американские граждане среди бизнесменов. Тот же Виксельберг. Который вообще-то... Ну тут вот есть Фридман, Михаил Маратович, Виксельберг и давно сто лет живущий в Швейцарии Слава Кантер, глава Европейского еврейского конгресса. Бывший глава российского еврейского конгресса. Главный еврей Европы. Главный еврей Европы. Если здесь есть Виксельберг, Фридман и Хан. Трое из главных, вообще-то, бенефициаров продажи ТНК. Помните ТНК? Бипи была компания. А тогда где Блаватник? Он такой же американский гражданин, Леня, как и Виксельберг. И слава богу, конечно, что его нет, но тем не милый. Там еще есть... Причем здесь все эти люди? Там же еще есть секретный список. Нет, там есть секретный список. Может быть, там вот эти все граждане, о которых вы говорите. Нет, я понимаю, я вижу Гарика Юшваева. Ну вот, слава богу, не вижу Давида Михайловича и Кабашвили. Но кто их знает, куда его могли запихать? Тут банкиры и промышленники, тут все, кто мог извести. Глеб Фетисов. Ну, Фетисов точно, ну, он не миллиардер. Не миллиардер? То есть здесь все люди, которые дошли до каких-то денег, что ли, приличных, много заработали, да? А это и есть повод, чтобы их... Причем все. Люди, которые каким-то образом близки, каким-то образом далеки от питерской группы. Но Андрей Тропопорт здесь откуда? Господи. Понятия не имеют. Тут, если посмотреть, прелесть. Лисин. По бизнесу означает, бизнесом заниматься нельзя и нельзя богатеть. А по всему остальному означает, тут же и Шойгу, и Лавров, и Медведев, и Матвиенко, и Володин, кого-то только нет. В общем, короче говоря, американцы закрыли Россию как страну. А вы думаете, это именно факт закрытия, вот этот список? А если у вас Шойгу вне закона, а он де-факто вне закона, неважно, вы к нему что-то применили, нет. Хотя непонятно, да, какие санкции-то. Вы его объявили бякой. Ну, да. Как это называется в мультике? А как вы с ним по военке будете сотрудничать? Посчитали, да? Помните, был такой мультфильм, они нас посчитали. Нет, мне вопрос. Вам не надо сотрудничество с Россией в Сирии, ребята? А если завтра вас там уничтожат? Прилетит неизвестно кем запущено из этого списка, хотя бы даже и из Софьеда прилетит ракет-калибр. Ну, раз вы с кем будете говорить межгосударственные отношения? Ни с кем. Когда вы объявляете вне закона одну, любую из государственных структур, правительство, Совет Федерации, неважно, корпорацию. Ну, вот, например, в Иране объявили вне закона корпус стражей исламской революции. Это означает, американцы полагают, что государство Иран нелегитимно. Ну, здесь они точно объявили государство Ирана нелегитимно. Мне может нравиться Медведев или не нравиться Медведев. Меня могут раздражать его слова и выражение его лица или радовать. Ну, это совершенно точно мое собачье дело. Обсуждать с начальством его и страны, хорош ли он как премьер-министр. Это совершенно точно значит, что это не американское дело. Ну, может, я сильно не прав, но я не люблю себя видеть таким боем, который к массе с полупоклоном, желательно, почаще обращается, чего хочет масса, что маленький Том может для него сделать, подать вам коктейль масса, почесать пятки или пойти пособирать хлопок на плантации. Я хижину дяди Тома прочел в детстве. И положение этого милого, очень доброго и терпеливого человека у помещика Легро мне совершенно не понравилось. Более того, оно и Гаррия Бичерстову не понравилось до состояния, когда она эту книжку написала, и Авраму Линкольну много чего не нравилось, и в результате вот была гражданская война, которую мы, к сожалению, поддержали север. Мы Россию имею в виду. Надо было южан поддерживать. Может, тогда бы задавили их. Да и все. В общем, кто не понял, с моей точки зрения, нас объявили как страну вне закона. Но меня радует, что в этих санкциях есть мутко в этом списке. Так ему и надо. Я там лично не люблю Мединского. Почему? Могу объяснить много чего, но главное, не нравится он мне. И это на самом деле фактор. Но я не понимаю вот это. А мы вас не... Давайте мы объявим вне закона Конгресса Соединенных Штатов, Сенат Соединенных Штатов, Пентагон, ЦРУ. А может, мы их начнем отстреливать? А следующий шаг какой после этих списков? Если вы кого-то объявляете врагом Америки, врага надо отстреливать, надо слать маршалов. Брюс Виллис пришел с гранатометом или с каким угодно другим палящим средством и всех попалил. Взять живого или мертвого? Сталлоне приехал со своими стариками. А как еще? Я представляю себе, конечно, над нашим Белым домом спускаются Апачи, высаживают десанты. Белый дом горит, как горел в 93-м. Так он красиво обугливается. Оттуда вынимают Медведева и под креками желтых уточек увозят в полон. Что за бред? Нет. Вопрос, а мы чем ответим? Мы будем изучать этот список, поправляя Пенсне, и говорить со сдержанностью, которая говорит уже не о том, что мы сдержаны, а о том, что, может быть, это те 100 миллиардов, которые лежат в их ценных бумагах, удерживают нас. И, может, поэтому там на Биулиной нет в этом списке, или еще о чем-то другом. Мы вообще способны что-то сделать. Не отвякиваться с жалобным кликом. Ну, знаете, журавлиная стая уходит так. Ху-у-у, ху-у-у с неба. Так а что делать-то, Евгений Иванович, что делать-то будем? Ну, есть разные варианты. Есть разные варианты воздействия на страну, воздействия на людей. Мы ничего не делаем. Я много раз об этом говорил. Все американское должно быть провально. Если мы готовимся к войне, а мы готовимся к войне, не холодной войне, в ней мы уже давно, и заклинания в стиле мы, нет, это не холодная война, а шо-це-таке, идиоты. Не, не холодная война, а какая, вы будете ждать чего? Ну, а если мы признаем, что это холодная война, и что дальше? На войне был такой Гитлер, да. И был такой знаменитый приказ не поддаваться на провокацию. Если не поддаваться на провокацию привело к тому, что наши партнеры по пакту Молотова-Риббентропа тормознули первую разу Москвы, а потом второй разу Сталинграда, то, с моей точки зрения, без с ним, с международным правом, разрядкой международной тогда, в 1939 году, напряженности, и вообще со всем остальным, их надо было бить на превентивке, как сделали израильтяния с арабами в 1967 году. Я не знаю, что должно быть, но я знаю, что что-то быть должно. Будет ли этого, я точно не знаю. Включать оборотку тут надо. Может, наконец, должны проявить себя русские хакеры, если они, конечно, есть. Может, наконец, должна проявить себя какая-нибудь из наших структур, задействовав против Соединенных Штатов, что у нее есть. А может, если у нее нет сил распыляться на другие направления, и главное, не туда не распыляться, потому что мы готовим что-нибудь невероятное, и это невероятное требует подготовки, времени, не поддаваться на провокации, сосредоточиться, и потом могучим сталинским ударом, как говорит Максим Сурайкин, который никогда не был ни могучим, ни сталинцем, ни ударом ничего не умел делать. Но челюсть свернуть, это я понимаю. Но в прошлый раз, когда такое началось, по нам ударили без предупреждений. Это было в 41-м. Это дало нам десятки миллионов погибших. Мы здесь висим, ребят, вы не понимаете. Вместо того, чтобы вас боялись даже трогать, а вас не вытирает ноги, только ленивый. Где угодно, в спорте. А может быть, они боятся трогать нас, на самом деле, а вот это все мелочи. Мелочи звенит у нас в карманах с вами, когда надо сдачу давать в столовой, и там это приветствуется. А здесь нет. Понимаете уж, как вас опускают, так и опускают. Если вы бесконечно даете возможность себе отпускать, сколько можно отлаиваться по радио и телевидению, говоря, что мы просто выше этого. У меня когда в школе приставали с какой-нибудь глупостью, денег там попросить, или еще чего, я бил. Ну, бил всегда, больно бил. Но мальчишки в школе и страны на мировой арене все-таки разные вещи. Абсолютно то же самое. Просто вообще ничего не отличается. Вопрос. Давайте-ка мы попросим наших тогда слушателей побыть немного рефери. Идея, отличаются ли мальчишки от стран. Начиная с Обамы, они ничем не отличаются. А при Трампе так и вообще. Он, видите ли, хочет, чтобы его уважали. А его есть за что уважать. А Штаты есть за что уважать. Вот с этим. Ну что, восстановление Советского Союза, что ли? Ну, если это есть цена того, чтобы американцы заплакали и перестали к нам приставать, хорошо. Контроль над ситуацией вместе с Восточной Европой, которая у Сталина получилась, может быть. Нет, не стоит, мы не будем. Ну, хорошо. А тогда можно вы перестанете заниматься валютной проституцией, товарищи чиновники и прочие начальники, и сливать миллиарды и сотни миллиардов к американцам? Можно вы перестанете укреплять их оборону, их экономику? Можно вы перестанете держать во главе денег страны, людей, которые помогают Америке стать гегемоном всего на свете, а параллельно не рассказывать, что они все гады и сейчас надорвутся? Я помню, сейчас надорвался Советский Союз на своих начальниках без малейшего для этого, на самом деле, предрасположения. И вранье на счет того, что это все оборонка съела, ну, я слышал это все, но с тех пор 27 лет прошло, и мы выделили период, когда оборонка вообще ничего не ела, вместо процветания получилась нищета. И особенно интересно все-таки, а где же Набиулина и Чубайс? Очень хочется найти, тем более Чубайс так эффективно выступил, что хватит дешевого газа. Хватит дешевого газа, сказал Чубайс. Прямо очень вовремя он сказал это, под этот список видим. Хватит, потому что это, видите ли, тормозит нашу промышленность, там, энергетику, да. Оказывается, их тормозит дешевый газ. Оказывается, их не тормозит Чубайс с его предметизацией, с его Роснана, с его корявой реформой энергетики, которая, конечно, дала старт многим многомиллиардным состояниям, а чего она дала энергетике при всей Анатолию Борисовичу разговорчивости, но он как-то не очень убедительно на эту тему рассказывает. Он больше так воздух ежевописует. Она дала много денег на счетах Роснана. Много денег на счетах Роснана. Это хорошо для Роснана. Она дала сколково, ну, близкородственный продукт. Абсолютно аферная, с моей точки зрения, лабуда, где под списание бюджетных денег люди, которых нельзя пускать близко к тому, чтобы они что-то говорили детям с синдромом Дауна, потому что вместо того, чтобы их чему-то научить, они превратят их в окончательных дегенератов. У меня были знакомые, которые крупные бизнесмены, финансисты, которые купились на МБА из сколково и начали там проходить. Это фальшак. Это денежная афера под вынимание ни под что и ни про что из людей финансов. И ничего больше в этом нет. А денег туда ухлопано. Как и в Роснана. Вот, Евгений Анатольевич, один наш слушатель пишет, что уверен, что с вами согласны 80% граждан России. Вот давайте голосование проведем, может узнаем, сколько слушателей-то хоть процентов согласны. Да неважно, потому что начальство со мной точно не согласно, иначе бы эти люди давно, получив волшебный пинок, летели вперед собственного визга. было бы очень интересно. Так вот, опрос. Ну, это я так, раскаляя себя. 5533-200. Естественно. Как вы оцениваете кремлевский список и чего в ответ делать? Т-1. Т-1. Осознать ситуацию, реагировать максимально по достаточно жесткому и заранее подготовленному плану, которым начальству надлежит все-таки заняться. Про всякие сказки, месть должна быть холодной. Понимаете, в чем дело? Может и холодной, но не протухшей. Когда у вас 25 лет, да ладно, 25, с Горбачевым, почетным членом римского клуба, о котором пойдет речь в следующем часу программы, так и все 30 лет опускают, тычут мордой в ваш собственный говный. И когда вы, захлебываясь от употребления этого продукта, пытаетесь вздохнуть воздух, непременно притыкивают опять. А этих 27-30 лет недостаточно, чтобы понять ситуацию. Как бы Мюнхенская речь вообще с 7-го года была. С Мюнхенской речи 10 лет прошло. Может быть, мы ждем окончания перевооружения? Согласен. 20-й год, теперь 25-й год. Хорошо. Владимир Владимирович, который, с моей точки зрения, выиграет выборы, и если это все по то, чтобы возмутившееся начальство, а я уверен, что это под это, яго свергло, до хрена, его никто не сверглит. Наоборот. А если кто-то попытается, ему голову открутят. Те, у которых нет миллиардов. Тут живет порядка 150 человек, у которых миллиарда нет. Ну, нету. И все недостатки Путина ясны и видны. Но та катастрофа, которая непременно случается, всегда случается. За изничтожением, по соседским рецептам, злочинной твоей влады тоже ясна и видна. А на примере Украины так просто вот спасибо большое. Не надо. А у него уже до 24-го срока будет срок. Главное, чтобы мы умели учиться на чужих ошибках, Евгений Иванович. Да, судя по тому, что у нас есть до сих пор Фурсенко, есть до сих пор Мутко, есть до сих пор Мединский, есть до сих пор Аристархов, есть до сих пор... И я могу дольгу-дольгу перечислять. У меня список-то побольше, чем этот. В нем, правда, в основном другие люди. То у нас мы не учимся на кадровых своих ошибках, а на чужих так и тем более. Чего нам ушиться на ошибках Трампа? Владимир Владимирович своего зятя никем не назначает. И его дочери в политике совершенно точно не участвуют. У нас это не наш метод. Так вот, ты один. Да? Жестко отбиваться. По всем направлениям. По всем. Без всякого учета личных интересов, имущественных и каких угодно интересов той самой элиты, которая в этой ситуации у них в списках. Наносите асимметричные удары. Я не знаю, какие, и обсуждать это тоже не готов. Не знаю. Лохнесское чудовище выплыло из своего шотландского озера и потопило все их авианосцы. Может быть. Может. Президента Трампа в пятку укусила змея, подкравшаяся через слив его личного унитаза. Пожалуй, самое реальное все-таки Лохнесское чудовище. Ну, мало ли, как это бывает. Весь компромат, который мог быть на всех этих мужиков, пошел наружу. Пусть поработают русские хакеры. На всех экранах Соединенных Штатов развивается российский флаг в течение всей Олимпиады с надписью, куда мы их посылали. Я не знаю, это фантастические, фантасмагорические в данном случае какие-то дурацкие идеи, но тем не менее. Т-2. Если есть идея, что это все подсвержение Владимира Владимировича, и оно немедленно закончится, и благорастворение воздухов произойдет. И давайте мы будем понимать, что больше им ничего не надо. После этого мы станем членами цивилизованного сообщества. И как писал Владимир Семенович Высоцкий, облаянный Пелевиным недавно тут удивительным человеком, который кем только его не обозвал. У каждого будет много денег и машин. Помните такое, как я там снимал советского закона план? Вот. Так и в итоге какой-то вариант? Ну да, собраться свергнуть Путина Т-2, и все будет хорошо. Как это будет делать? Кто это будет делать? Я уверен, что у нас такие люди есть. Более того, я их в телевизоре виду. Периодически там то Михеев с кем-нибудь из них собачится, иногда даже бьет. Что делать? Человек чрезвычайный. Ну, там есть Сытин с его удивительным голосом. Есть разные. Карейба есть. Есть много разных людей. Недавно мой эксперт Олег Крепштейн из Израиля криком на Первом канале кричал на польского пана на тему закона Польши о Холокосте, о котором мы тоже замечательно говорим. Т-2, ну все, свергаем президента, наступает хорошо. Два раза за сто лет уже было. Т-3. А ничего не делаем. Не чеши, само пройдет. Все будет хорошо, само. Есть такое. Только не трогайте, а то я тоже в список попаду, говорит кто-нибудь. У нас с Соловьевым в списке нет. Может, мы в закрытой части? Я буду рад. Но меня это доводит добейшись. Будем надеяться. Нет, на самом деле в этом списке есть, ну, наверное, человек 50-60, которых я знаю лично. И хотя сейчас будут новости, их туда попадание меня абсолютно бесит. А теперь Наташа Христова с хорошими, наконец-то, новостями. Не все же мне гадости говорят. Голосование идет. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Анатольевич, вернулись в эфир. У нас идет голосование, вы помните, да? Идет, идет. Я вообще не собирался говорить на эту тему. Ну, а кремлевский список, ну, совсем новость. Не заслуживает, вы считаете? Ну, поднимите внимание. У нас логика, нам и шлют даже. А что вы переживаете за санкции в отношении верхушки из Москвы области? Ну, наши же верхушки. Какое не есть, а все свое. И, как говорил Гамалю Абдуль-Насару, президенту Египта, Никита Сергеевич Хрущев, генсек родной коммунистической партии, которая была нашу рулевой, свое говно малиной пахнет. После чего жесткой форме поправил. Не, ну как? Ну, Насар-то, кавалер креста с дубом и листьями, и офицер ромелевской армии. Знаете, тут вот давайте не будем наших друзей из арабского мира только Ладаном и Миррой умощать. Эти все ребята, они были за Гитлера, как, впрочем, и Индийский национальный конгресс. И Ганди, и Неру, и все остальные тоже. Не надо песен, это теперь они у нас прям наше все исторически. А в тот период были они не наше все что-то. И они как-то были вот именно что за Третий Рейх, а вовсе не за Советский Союз. Так вот, грубые были времена, грубые люди. Переводчик тогда что-то заперхал, замешкался. Но Никита Сергеевич велел ему переводить, как сказано. Перевели, как сказано. А поскольку мы на этот момент за свои деньги Асуан туда в Грохов немысленно много чего построили, то а что его там, господи, простой и примитивный филах приехал к офицеру египетской армии, человеку надушенному и знающий тему куда лучше гламура, чем Никита Сергеевич. Под филахом я имел в виду Никита Сергеевич. Который для всех окружающих был парень свой, фермер, колхозник, но большой властью обладающий. Прямо молодец. История не знает сослагательного наклонения. И страшные были у него дела, и глупые были у него дела, и умные были у него дела. Всякое было разное. Как и у Сталина. Так вот. Бояться нас перестали. Уважать нас не начали и не начнут. Потому что если ты такой дурак, как были мы, за что тебя уважать? Дурашка. Что вот это все было во времена Козырева, это все было в 90-е. Было. В 90-е. А что изменилось? Мы продолжаем говорить о Парижском протоколе, о Монреальском протоколе и загибать себя под всякие сказки, которые нам вешают на уши. Мы продолжаем размещать свои деньги на западных счетах. Мы продолжаем прибавлять к тому то ли триллиону, то ли побольше выкачанному из российского бюджета и из России денег, которые влились в американскую экономику нашими людьми, многими чиновниками. Да и бизнесменами все больше и больше денег. Мы продолжаем ориентироваться на них, говоря, что мы на них больше не ориентируемся и мир на них не ориентируется. Ну, сделайте что-то, ребята. 5-5-3-3-3-вести на тему возможного ответа по кремлевскому списку. Колокол-то звенит по всем. Паны дерутся, ребята, это понятно. Паны дерутся. А у хлопов чупы трещат. Да, понятно, что это паны. А всем остальным чего делать? Только они так иногда дерутся, а иногда делают вид, что дерутся. Как бы, ну, ладно, ну, может, санкции, ну, не впустят. Ну, неприятно. Ну, действительно, отберут виллу на Баденском озере или где-нибудь в Майами вот придется квартиру продавать. То, что мы лицезреем, есть откровенное по морде. Вот так это называется. В общем, такое в грубейшей форме по морде. И отвечать здесь надо, конечно, так, как надо, а не так, как будут. Мы можем составить список, запретив им въехать в Крым, а они туда не поедут. Мы можем составить какие угодно списки иностранных агентов. Мы с чего начали? Мы по детям врезали, запретив усыновление в Америку. О как! Нас начали душить, а мы, значит, по сироткам. По своим сироткам. И не надо мне объяснять, что это все сделано было для того, чтобы с этого и понеслось. И они поняли, что если нас бить, то мы будем бить по своим. Бить своих, чтобы чужие боялись, говорят. Да-да. А иногда бьем по своим, как у машины времени пел Петр Подгородецкий. А я не знаю, чужие-то не боятся, чужие понимают, они ничего не получат. Ничего. У нас уже объявлены врагами и в розыск, и их выловили, и судили, и приговорили к длительным срокам тюремного заключения, либо к расстрелу. Те люди, которые творили на Украине то, что они творили и творят сейчас по Новороссии? Нет. У нас введена та система вылова всех, кто покушается на наши национальные интересы, которые когда-то, ну, скажем так, до середины 80-х, еще действовало в Израиле. Нет. Потом под давлением американцев они практически от этого и отказались и получают до сих пор все, что получают. У нас введена система Судоплатова. Ну, Судоплатов был такой человек, по результатам работы которого Бандера ушел в мир иной. Да нет. И сынок этого Бандера вполне себе законодатель и законодатель мод и продвигает Бандера в шину. Прямо сын? Да, родной сын, а как же. А пора уже давно, причем он не за отца ответит, за себя, за фашизм. У нас под ногом, ну, просто под носом половина наших соседей с западу, бывшего Советского Союза, абсолютно фашизированы. Про Польшу я уже не говорю. Чего мы тут сделали? МИД написал очередной протест по сносу очередного памятника. И этот протест есть экономия местной туалетной бумаги. МИД других вещей делать не умеет, я понимаю, он МИД. Ну, тогда, наверное, нужны и другие ведомства. Может, не сегодня, так завтра. Может, не завтра, так послезавтра. Но чтобы хотя бы, ну, население понимало, что мы движемся в эту сторону, а не в сторону утирания любых плевков и пощечин, которые только есть. Это нужно публично делать, да, чтобы население знало? Это нужно делать так, чтобы понимали люди, а когда-то еще не умерли те, кто понимали, как прозрачные намеки, сухие, спокойные сообщения в газетах о том, что произошло вот это, и вот это у нас население умное. Оно все понимает. Ну, понятно, что не хочется. Ну, вышли только что из холодной войны. Ну, может, они нас провоцируют? Да не провоцируют они вас, дурашки. Это все к тому, чтобы вас начали арестовывать еще в каких-нибудь третьих странах. Никому не хочется, товарищи сенаторы и прочие начальники, больше и меньше, выехать, например, куда-нибудь с визитом в страну, где против вас ничего нет. А вас там по представлению американцев, испанский или британский судья возьмет за холку и в каталажку. А так будет. И было не раз с другими. А с нами уже будет. Это понятно. Потому что мы, страна объявленная, нелегитимны. Теперь минут погоды. Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Иванович, вы не оптимистичны. Ой, господи, я не очень оптимистичен, потому что... У нас какой ответ? Значит, приглашение к нам на телевидении калиброванных, нормированных американцев, чтобы все дел видели. Вот есть умный американец Дмитрий Саймс. Вот приглашен глупый американец. Здравствуй, Майкл Бом. Вот приглашен просто прохиндея. Здравствуй, Гриша Веников. Вот приглашен спесиво напущенный американец. Здравствуй, Ариэль Коэн. И мы таким образом радостно видим, насколько мы лучше и умнее, а в случае с Дмитрием Саймсом понимаем, что мы еще и объективны, и зовем и умных ребят тоже. Это очень интересно. И, безусловно, наверное, дает рейтинг в шоу. Но, простите, пожалуйста, эти ребята везде, и по всем каналам все нормально. Смотрите, у нас существует следующее. Кто у нас, почему на самом деле я в такой жесткой форме высказался, потому что таких списков, кстати, не было. Их не было в отношении Ирана. Их не было в отношении Китая. Их не было в отношении Кубы. Это как есть. Да, прошу прощения, конечно, не сын Бандары, сын Шухевича. Ну, я не очень полагаю Шухевича, который тоже был уничтожен, эсэсовца Шухевича, палача Шухевича, человеком сильно легитимным. И мне не очень нравится, что такие люди управляют будущим, а, безусловно, управляют будущим страной, которая рядом с нами. По хорошему делу, в такой ситуации наши войска должны уже проводить Львовско-Тернопольскую операцию, выходить на бывшую советскую границу и закрепляться там, проводить зачистку очень серьезно. И делать это при абсолютном наплевательстве на всех, кто на эту тему что-то где-то вякнет, в том числе в международных кругах. В том числе это касается не только страны под названием Украина, но и той же самой Молдавии, где сейчас националисты, похоже, продолжают пихать ее в состав Румынии и разрывать все связи с Россией. И вообще много чего другого. Почему мы не действуем как Америка? Потому что мы не Америка. Зря. Тогда не уцелеть. В конечном деле, если на вас идет стая волков, значит, вам нужен Волкодав. Если на вас идет вешеный слон, значит, у вас должен быть ружжо, которое укладывает этого слона. Ну да, против танка лучше использовать противотанковую ракету, чем другой танк. Если вы против танка выходите с извинением за то, что вас, видимо, не поняли, то танк проедет через вас, намотает ваши кишки на гусеницы, и ничего другого с вами не будет. Так вот, нам объявлена нелегитимность государства. Политологи сейчас начнут говорить, ну как? Это они специально выпустили для того, чтобы, ну, например, вот у нас сегодня Конгресс Сирийского национального диалога, по результатам которого мы будем о нем говорить. Более 1600 человек, отказавшиеся приехать туда, ну, не забывшие приехать посоветоваться с МИДом России, группа просаудовцев. Все замечательно, ребята. Они есть, чтобы нас отвлечь. Ну, может быть. Сомневаюсь. Ну, однако, ну, кроме президента, да, вот, Путина пока нелегитимным не объявили. Ладно. А кем объявили? Санкции руководства администрации президента Чохом. Премьер, вице-премьера, министры Чохом. Руководство Госдумы, Соффеда, члены Совбеза, это уже серьезно. Общим горбузом. Главы госкомпании федеральных агентств. Отлично. А чисто 14 чиновников, почти половина, 43 души, представители администрации президентской. В том числе и приличнейшие люди. Ну, и еще 8 человек уже были под санкцией. Правительство, прям все. Ну, были Козак и Рагузин. Собянина за что? Полтавченко, спаси, господи, за что? Крупных два города. Ну, с Полтавченко, да, а что же остальным мэрам не повезло? До Новосибирска, городов-миллионников. Ну, и решили, видимо, от 5 миллионов считать. То есть, будем идти вплоть до Кузюкина? Ну, когда там город с населением 3000 человек. Еще не под санкцией? Давайте в список. 19 госкомпаний. Газпром, Роснефть, Сбербанк. Чем он им помешал? РЖД, ВТБ и все остальное. Это попытка удара по экономике. Причем они даже ошиблись. Человек, который возглавляет Россети, не Бударгин уже давно, а Левинский. Но тому повезло, не успела среагировать девочка, студентка, практикантка из Джорджтауна, небось, которая писала этот список. Но дальше. Взяли тупо из Форбса людей с миллиардом долларов. А чего им помешало Дурова? Вот ВКонтакте, Телеграм. А у него 50 миллионов не хватило. Какой критерий близость к российскому режиму? Вот какой критерий близость к... Чем Фридман, Канн и Виксельберг, не говоря уже о моем добром старом друге Славе Кантере, близки к российскому режиму? Люди, давно живущие за границей, как и Роман Абрамович. А Челси тоже под санкцами. А вот интересно... А британская королева, у которой Абрамович самый популярный бизнесмен, она тоже под санкцами со своими собачками Корги. Что за бред? Ой, господи, и основатель Яндекса влетел в Олуж. Яндекс чем помешал? Ну, Яндекс не Гугл, он популярный. Но он конкурент Гугла. А, конкурентов надо, может быть, да, скажите. Федеральные агентства почти все попали, главы Центробанка нет, потому что она правильный глава Центробанка. Еще раз повторю, почему нет Роснаноэнергии и АвтоВАЗа? Тогда несправедливо. Ну, Чубайс понятен, он социально близок. Мы ракеты им даем, они на них летают в космос, американцы. Понял. А на КамАЗах они чего делают? А АвтоВАЗ почему не попал? Чтобы продолжал это железо с гвоздями, называемые ими машинами, распространять в родное пространство и гадить тем самым стране. АвтоВАЗ французский больше, чем на 50%. Кого это волнует? Ну, на самом деле, фантастически. Причем они утверждают, что новый список не предполагает автоматического ввода санкций. И в Минфине США секретная часть, куда вошли, как называется, иные физические лица. Любовницы, секретарши, жены-дети. Слушайте, помните, был такой главан, враг народа. Вот это список врагов американского народа, исходя из того, что эти люди относятся к руководству страны, которая фактически, повторяю, объявлена врагом народа. И все. Очередной бред главы ЦРУ о вмешательстве России в выборы в Америке. Да, чтобы вы вообще сказались, чтобы вы скисли с вашими выборами. И дело не в том, что мы бы, может, и могли туда вмешаться, но очень противно, копаться в корзине грязного белья. В чем смысл? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!